Удивительное чувство на мгновение ощутить себя артистом, выйти на поклон лицом к лицу со зрительным залом, пусть даже пустым, а также пробраться в пространство над сценой, заглянуть в декорационный цех и гримерку, подглядывать за репетицией. Все это 50-минутная прогулка дух театра. Интерактивная экскурсия, в которой аудиосопровождение в стереонаушниках чередуется с действиями по ходу маршрута. Главные действующие лица – сами зрители. Помимо того, что я проводник зрительский по закулисью, я такой же участник, как они. Моя задача – это не только провести, но и также пронаблюдать за зрителем, за его ощущением. Я смотрю за состоянием человека, я смотрю, в каком он настроении, я смотрю, запутался он, не запутался, участвует, не участвует. Я прекрасно помню свое состояние, когда я еще не принадлежал к театральному миру, когда я ходил в театр, в первую очередь, как зритель. Я вообще не представлял, что происходит за кулисами и что от моего взора скрыто. Я это состояние прекрасно помню и я прекрасно понимаю, почему зритель хочет на это ходить и хочет это посмотреть. Признайтесь, заглянуть в закулисье хоть разок хотелось бы каждому. Таинственный и волшебный мир театра, где рождаются и живут истории, которые мы, зрители, видим уже ограненными на сцене спектаклями. Как происходят процессы там, до выхода на сцену? Запрос на экскурсии по закулисью стал настолько настойчивым, что променад не мог не появиться. Я сделала променад по улицам города. Мне показалась, это вообще классная идея, что была бы бродилка, уже заранее бы прописанная. Никому об этом не говорила, но все случайности не случайны. В нашем городе оказался Сергей Сергеевич Юнганс, с которым мы общались. И он мне говорит, вот что бы ты сделала в театре, если бы можно было бы сделать все. Я говорю, ну, наверное, бы экскурсию в наушниках, чтобы было две ветки разнонаправленные, два маршрута, они бы пересекались. Люди бы, придя на одну экскурсию, очень бы хотели попасть на другую, потому что они иногда видели бы других людей. Он сидит и говорит, а почему ты это не сделаешь? Зерно этого разговора попало в благодатную почву, и Екатерина села писать. Принимала предложение и редактура от других сотрудников театра, в частности, от Юрия Борисова, чей гениальный голос звучит на протяжении всей прогулки, делится с экскурсантами, воспоминаниями, наблюдениями и статистикой. Актеры – это как раз зрители. Кто-то заходит на малую сцену, садятся на зрительские места. Какая-то группа, наоборот, встает и идет сразу на сцену. Кто-то плачет на большой сцене, кто-то смеется, кто-то начинает танцевать. Всегда у всех зрителей, у всех участников разные атмосферные настроения. Они создают атмосферу спектакля, несмотря на то, что у всех один и тот же голос в наушниках, один и тот же маршрут, и все действия нами уже запланированы. Осталось добавить, что билеты на променад разлетаются мгновенно. А к следующему сезону в задумке у создателей новая экскурсия. Продолжение следует...